Не тем надеждам на будущую жизнь, возлагаемым на тебя матерью, но надеждам на успехи в науках, изучить которые я должен был по горячему желанию и отца, и матери. Отец хотел этого, потому что о тебе у него почти не было мыслей, а обо мне были пустые. Мать же считала, что эти занятия в будущем не только не принесут мне вреда, но до некоторой степени и помогут найти тебя. Я, так я догадываюсь, раздумывая по мере сил над характером моих родителей, мне даже приставили в моих забавах большую свободу, чем это требовалось с разумной строгостью. И я безудержу предался различным страстям, которые мглою своею закрывали от меня, Господи, сияние истины Твоей, и возросла, словно на тучной земле неправда моя. Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора, и богач не терпит человека, принужденного к воровству, нищетой? Я же захотел совершить воровство, и я совершил его толкаемой не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от объедения грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии, и при том было гораздо лучше. Я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом. По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазительным, ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрести и забрать свою добычу и глухую полночь. По губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе, если даже кое-что и съели, и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен. Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над которым ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее. Я любил погибель и любил падение свое. Не то, что побуждало меня к падению. Самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок. 5. Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем, только взаимная приязнь делает приятным телесные прикосновения. Каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. В земных почестях вправе распоряжаться и стоять во главе есть своя красота. Она заставляет и раба жадно стремиться к свободе. 6. Нельзя, однако, в погоне за всем этим отходить от Тебя, Господи, и удаляться от закона Твоего. 7. Жизнь, которой мы живем здесь, имеет свое очарование. В ней есть некое свое благолепие, соответствующее всей земной красоте. 8. Сладостно-людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно. 9. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить, и в неумеренной склонности к таким низшим благам покидает лучшее и наивысшее. 9. Тебя, Господи Божий наш, правду Твою и закон Твой. 10. В этих низших радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, Который создал все. 11. Ибо в нем наслаждается праведник, и сам он наслаждение для праведных сердцем. 11. Итак, когда спрашивают, по какой причине совершено преступление, то обычно она представляется вероятной только в том случае, если можно обнаружить или стремление достичь какое-либо из тех благ, которые мы назвали низшими, или же страх перед их потерей. 12. Они прекрасны и почетны, хотя по сравнению с высшими, счастливящими человека, презренны и неизменны. 13. Он убил человека. Почему? 14. Он влюбился в его жену или ему понравилось его имение? 15. Он хотел его ограбить, чтобы на это горел желанием отомстить. 16. Он боялся, что тот нанесет ему крупные потери. Он был обижен и горел желанием отомстить. 17. Разве совершил бы человек убийство без причины и из наслаждения самим убийством? 18. Кто этому поверит? Даже для того жестокого безумца, о котором сказано, что он был золо-жесток, просто так себе, без всяких оснований, приведена причина. 18. Рука и душа не должны становиться вялыми от бездействия. 19. В чем дело? Почему? 20. Чтобы совершая преступление за преступлением, получить по взятии города почести, власть, богатство. 21. Чтобы не бояться законов и не жить в затруднительных обстоятельствах, нуждаясь и сознавая свои преступления. 21. Сам Кателина, следовательно, не любил преступления своих и, во всяком случае, совершал их ради чего-то. 22. Что же было мне несчастным? Милость тебе, воровстве моем, воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в шестнадцатилетнем возрасте. 23. Ты не была прекрасна, будучи воровством. Представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с тобою? 24. Прекрасны были те плоды, которые мы украли, потому что они были твоим созданием, прекраснейший из всех творец всего. 25. Благи Господи! Ты – высшее благо и истинное благо мое! 26. Прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. 27. У меня в изобилии были лучшие. 28. Я сорвал их только за тем, чтобы украсть. 29. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился. 29. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. 30. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? 31. В нем нет никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, 31. Какая есть в человеческом разуме, в памяти, чувствах и полной сил жизни. 31. Нет красоты звезд, украшающих места свои. 32. Красота земли и моря, полных созданиями, сменяющими друг друга в рождении и смерти. 33. В нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке. 34. И гордость ведь прикидывается высотой души, хотя ты один возвышаешься над всеми, Господи. 35. Разве честолюбие не ищет почести и славы? 36. Но тебя одного надлежит почитать больше всех и славить вовеки. 37. И жестокая власть хочет внушить страх. 38. Но кого следует бояться, кроме одного Бога? 39. Что можно вырвать или спрятать от его власти? 40. Когда и где? Каким образом? С чьей помощью? 41. И нежность влюбленного ищет ответной любви. 41. Но нет ничего нежнее твоего милосердия, и нет любви спасительнее, чем любовь к правде твоей. 42. Которая прекраснее и светлее всего в мире. 42. И любознательность, по-видимому, усердно ищет знания, но ты один обладаешь полнотой его. 43. Даже невежество и глупость прикрываются именами простоты и невинности. 44. Но ведь ничего нельзя найти проще тебя, что невиннее тебя, ведь злым на горе обращаются собственные дела их. 45. Лень представляется желанием покоя, но только у Господа верный покой. 45. Роскошь хочет называться удовлетворенностью и достатком. 46. Ты — полнота и неиссякающая изобилие сладости, не знающая ущеба. 47. Расточительность принимает вид щедрости, но ведь все блага в избытке раздаешь ты. 47. Скупость хочет владеть многим. Ты владеешь всем. 48. Зависть ведет тяжбу за превосходство. Что превосходит тебя? 49. Гнев ищет мести. Кто отомстит справедливее тебя? 50. Страх, боясь необычной и внезапной беды, заранее старается обеспечить безопасность тому, что любит. 51. Что для тебя необычно? Что внезапно? 52. Кто сможет отнять от тебя то, что ты любишь? 53. И где, кроме тебя, полная безопасность? 54. Люди убиваются в печали, потеряв то, чем наслаждалась их жадность, которая не хочет ничего терять. 55. Но только от тебя нельзя ничего отнять. 56. Исповедь блаженного Августина. 56. Так блудит душа, отвратившаяся от тебя, и вне тебя ищущая то, что найдет чистым и беспримесным, только вернувшись к тебе. 56. Все, кто удаляются от тебя и поднимаются против тебя, уподобляются тебе в искаженном виде. 57. Но даже таким уподоблением они свидетельствуют о том, что ты творец всего мира, и поэтому уйти от тебя вообще некуда. 57. Итак, что же было мне мило в том воровстве? И в чем искаженно и извращенно уподоблялся я Господу моему? 58. Или мне было приятно хотя бы обмануть закон, раз уж я не мог сокрушить его в открытую? 59. И я как пленник создавал себе куце подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было запрещено, теша себя тенью и подобием всемогущества? 59. Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. 60. О, тлен! О, ужас жизни! О, глубина смерти! 61. Может ли быть любезно то, что запретно, и только потому, что оно запретно? 61. Что воздам Господу из того, что собрала память моя, и перед чем не устрашилась бы душа моя? 62. Возлюблю тебя, Господи, возблагодарю, исповедую имя Твое, ибо отпустил Ты мне столько злого и преступного. 63. По милости Твоей, по милосердию Твоему, растопил Ты грехи мои, как лед. 64. По милости Твоей, Ты не допустил меня совершить некоторых злодеяний. 65. Отчего бы я ни наделал, я, бескорыстно любивший преступления, 66. И я свидетельствую, что все отпущено мне, и то зло, которое совершил я по своей воле, и то, которого не совершил, руководимый Тобою. 66. Кто из людей, раздумывая над своей немощью, осмелится приписать свое целомудрие и невинность собственным силам, и станет меньше любить Тебя, будто ему не нужно Твоего милосердия, по которому отпускаешь Ты грехи, обратившимся к Тебе. 66. И пусть человек, которого Ты призвал и который, последовав за голосом Твоим, избежал того, о чем он прочтет в моих воспоминаниях и в моих признаниях, не смеется надо мною. 67. Меня ведь больного вылечил тот врач, который не дал ему захворать, или, вернее, не дал захворать так сильно. 68. Пусть за это он возлюбит Тебя в такой же мере. Нет, даже больше. 69. Ибо он увидит, кто избавил меня от таких недугов греха, и увидит, что это тот же, благодаря которому он не запутался в таких же недугах греха. 69. Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая, о чем я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило, само воровство и ничто другое. 69. Да и само по себе оно было ничто, а я от этого самого был еще более жалок. 70. И однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние Духа, я один не совершил бы его. 71. Один я никак не совершил бы его. 71. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. 72. Я любил, следовательно, кроме воровства еще нечто. 72. Но и это нечто было ничем. 73. Что же на самом деле? 74. Кто научит меня, кроме того, кто просвещает сердце мое и рассеивает тени его? 74. Зачем приходит мне в голову спрашивать, обсуждать и раздумывать? 75. Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы именно если, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. 75. Нечего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его о соучастников. 75. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах. 76. Оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших. 76. Что это было за состояние души? 76. Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. 77. Что же это, однако, было? 77. Кто понимает преступление? 78. Мы смеялись, словно от щекотки по сердцу, 78. Потому что обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать, и горячо этому бы воспротивился. 79. Почему же я наслаждался тем, что действовал мне один? 79. Потому что наедине человек нелегко смеется. 79. Нелегко – это верно, и, однако, иногда смех обладевают людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. 80. А я один не сделал бы этого, никак не сделал бы один. 80. Вот, Господи, перед тобой живо припоминаю я состояние свое. 81. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство. 81. Одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. 81. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву. 81. Стремление к чужому убытку, без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят, пойдем, сделаем. 82. И стыдно не быть бесстыдным. 83. Кто разберется в этих запутанных извивах? 84. Они гадкие, я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. 84. Я хочу тебя, справедливость и невинность, прекрасная, честным светом своим, насыщающая беспресыщение. 85. У тебя великий покой и жизнь безмятежная. 86. Кто входит в тебя, входит в радость Господина своего и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. 86. Я в юности отпал от тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты. 87. Я прибыл в Карфаген. 87. Кругом меня котлом кипела позорная любовь. 88. Я еще не любил, и любил любить, и в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. 89. Я искал, чтобы мне полюбить, любя любовь. 89. Я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек. 90. Внутри у меня был голод по внутренней пище, по тебе самом, Боже мой. 90. Но не этим голодом я томился, у меня не было желания нетленной пищи, не потому, что я был сыт ею. 90. Чем больше я голодал, тем больше и ею брезговал. 91. Поэтому не было здоровья в душе моей, вся в язвах, бросилась она во внешнее, жадно стремясь почесать. 91. Жалкое, а существа чувственное. 91. Но если бы в них не было души, их, конечно, нельзя было бы полюбить. 92. Любить и быть любимым было мне сладостнее, чем я мог овладеть возлюбленной. 93. Я мутил источник дружбы грязью похоти, я туманил ее блеск адским дыханием желания. 94. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. 95. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. 95. Боже мой, милостивый, какой желчью поливал ты мне в благости твоей эту сладость. 96. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горести, и чтобы сикли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры. 97. Меня увлекали театральные зрелища, они были полными изображениями моих несчастья и служили разжигой моему огню. 98. Почему человек хочет печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? 99. И тем не менее он, как зритель, хочет испытать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. 99. Удивительное безумие. Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний. 99. Но когда он мучится сам за себя, это называется обычным страданием. 99. Когда мучится вместе с другими – состраданием. 99. Но как можно сострадать вымыслом на сцене? 99. Слушателя ведь не зовут на помощь, его приглашают только печалиться, 99. И он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. 99. Если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали, 100. То он уходит, зевая и бронясь. 100. Если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется. 100. Слезы, следовательно, и печали любезны. 100. Каждый человек, конечно, хочет радоваться. 100. Страдать никому не хочется, но хочется быть сострадательным. 100. А так как нельзя сострадать, не печалясь, то не это ли и есть единственная причина, почему печаль любезна? 100. Сострадание вытекает из источника дружбы. 100. Но куда он идет? 100. Куда течет? 100. Зачем впадает он в поток кипящей смолы, 100. В свирепый водоворот черных страстей, 100. Где сам по собственному выбору меняется, 100. Утрачивает свою небесную ясность, забывает о ней. 100. Итак, прочь сострадание. 100. Ни в коем случае. 100. Да будут печали иногда любезны. 100. Берегись, однако, скверны, душа моя. 100. Ты, находящаяся под покровом Бога Отцов наших, 100. Достохвального и превозносимого во все века. 100. Берегись, скверны. 100. И теперь я доступен состраданию. 100. Но тогда в театре я радовался вместе с влюбленными, 100. Когда они наслаждались в позоре. 100. Хотя все это было только вымыслом и театральной игрой. 100. Когда же они теряли друг друга, я огорчался вместе с ними, 100. Как бы сострадая им. 100. И в обоих случаях наслаждался, однако. 100. Теперь я больше жалею человека, радующегося на позор себе, 100. Чем того, кто вообразил, что жестоко страдает, 100. Лишившись губительного наслаждения и утратив жалкое счастье. 100. Это, конечно, настоящее сострадание. 100. Но при нем печаль не доставляет удовольствия. 100. Хотя человека, печального чужим несчастьем, 100. Одобряют за эту службу любви. 100. Но по-настоящему милосердный, 100. Он предпочел бы не иметь причины для своей печали. 100. Если существует зложелательная благожелательность, что невозможно, 100. Тогда и человек, исполненный искреннего и настоящего сострадания, 100. Мог бы пожелать, чтобы были страдальцы, которым бы он сострадал. 101. Бывает, следовательно, скорбь, заслуживающая одобрения. 101. Нет ни одной заслуживающей любви. 101. Господи Божий, любящий души, 101. Твое сострадание неизмеримо чище нашего и неизменнее именно потому, 101. Что никакая печаль не может уязвить тебя. 102. А кто способен к этому? 102. Но я тогда, несчастный, любил печалиться и искал поводов для печали. 103. Игра актера, изображавшего на подмостках чужое вымышленное горе, 103. Больше мне нравилось и сильнее меня захватывало, если вызывало слезы. 104. Что же удивительного, если я, несчастная овца, отбившаяся от твоего стада, 104. Не терпевшая охраны твоей, а паршивил мерзкой паршой. 105. Потому-то и была мила мне печаль, не та, которая проникает до глубины души. 105. Мне ведь не нравилось терпеть то, на что я любил смотреть. 10. Рассказ о вымышленных страданиях, как бы скреб мою кожу, 10. И как о расчесывании ногтями, от расчесывания ногтями начиналось воспаление и отвратительная гнойная опухоль. 10. Такова была жизнь моя, Господи, жизнь ли была она? 11. И надо мною, окружая меня, витало далекое и верное милосердие твое. 12. Гноем какой неправды не был я покрыт. 13. Кощунственным было любопытство мое. 14. Покинул я тебя и дошел до бездны неверности, до обманчивого угождения демоном, 15. В жертву которым приносил злые дела свои, и за каждое из них бичевал ты меня. 15. Я смелился даже во время совершения службы твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело, 15. Верным доходом с которого была смерть. 16. За это поразил ты меня тяжелым наказанием, но оно было ничем сравнительно с виною моей. 16. О, ты, великий в милосердии своем, Господь мой, прибежище мое от грозных опасностей, 17. Среди которых бродил я в гордой самоуверенности, далеко уходя от тебя. 17. Я любил пути свои, а не твои. 18. Любил свободу, свободу беглого раба. 18. Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными. 19. Я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, 19. А меня осыпали бы похвалами, тем больше, чем искуснее я лгал. 20. Такова слепота человеческая, слепотой из своей люди хвалятся. 21. Я был первым в риторской школе, был полон горделивой радости и надут спесью. 22. Вел я себя, правда, гораздо спокойнее, Господи. 23. Ты знаешь это, и вообще не принимал никакого участия в опрокидываниях, которыми занимались совратители. 24. Это зловещее дьявольское имя служило как бы признаком утонченности. 25. Я жил среди них, постыдно стыдясь, что сам не был таким. 26. Я бывал с ними, иногда мне было приятно с ними дружить. 26. Но поступки их всегда были мне отвратительны. 27. Это было дерзкое преследование честных новичков, которых они сбивали с прямого пути. 27. Так себе, забавы ради, в насыщение своей злобной радости. 28. Нет деяния, больше уподобляющегося деяниям дьявольским. 29. Нельзя было назвать их вернее, чем совратителями. 29. Сначала они были сами, конечно, совращенные и развращенные, соблазняемые, соблазняемые в тайне и осмеянные лживыми духами, 29. Самой любви своей ко смеянию и лжи. 30. Живя в такой среде, я в тогдашнем моем неустойчивом возрасте изучал книги по красноречию, 30. Жилая в целях предосудительных и легкомысленных на радость человеческому тщеславию стать выдающимся оратором. 31. Следуя установленному порядку обучения, я дошел до книжки какого-то Сессерона, языку которого удивляются все, а сердцу не так. 31. Книга этого вещевает обратиться к философии, называется «Гортензий». 32. Эта вот книга изменила состояние мое, изменила молитвы мои и обратила их к Тебе, Господи. 33. Сделала другими прошения и желания мои. 34. Мне вдруг опротивили все пустые надежды. 34. Бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе. 35. Не для того, чтобы отточить свой язык. За это, по-видимому, платил я материнскими деньгами в своем девятнадцатилетнем возрасте. 36. Отец мой умер за два года до этого. 36. Не для того, чтобы отточить язык, взялся я за эту книгу. 37. Она учила меня не тому, как говорить, а тому, что говорить. 37. Как горел я, Господи, как горел я улететь к Тебе от всего земного. 38. Я не понимал, что Ты делаешь со мною. У Тебя ведь мудрость. 39. Любовь к мудрости по-гречески называется философией. 40. Эту любовь зажгло во мне это сочинение. 41. Есть люди, которые вводят в заблуждение философии. 41. Которые прикрашивают и прихорашивают свои ошибки этим великим, ласковым и честным именем. 41. Почти все такие философы, современные авторы и жившие до него, отмечены в этой книге и изобличены. 42. Тут явно спасительное предупреждение, сделанное Духом Твоим через Твоего верного и благочестивого раба. 42. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. 43. В то время ты знаешь, что это свет моего сердца. 43. Мне не были еще известны эти слова апостола. 44. И тем не менее я наслаждался этой книгой, потому что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самая мудрость, какова бы она ни была, поощряла любить ее, искать, добиваться, овладеть ею и крепко прильнуть к ней. 45. Эта речь зажгла меня, я весь сгорел, и мой пыл ослабляло только одно – там не было имени Христа, а это имя по милосердию Твоему Господи, это имя Спасителя моего, Твоего Сына, впитал я с молоком матери. 46. Оно глубоко запало в мое детское сердце, и все произведения, где этого имени не было, пусть художественное, отделанное и полное истины, не захватывали меня целиком. 47. Итак, я решил внимательно заняться священным писанием и посмотреть, что это такое. 47. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное – здание, окутанное тайной, с низким входом. 48. Оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. 48. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. 49. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за писание. 49. Оно показалось мне недостойным даже сравнением с достоинством цессаронного стиля. 50. Моя кичливость не мирилась с его простотою. 51. Мое остроумие не проникало в его середину. 51. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. 52. Но я презирал ребяческое состояние и, надутый спесью, казался себе взрослым. 52. Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых. 53. Речи их были сетями дьявольскими птичьим клеем, состряпанным из смеси слогов, составляющих имена «Твое, Господа Иисуса Христа и Параклета, Утешителя нашего Духа Святого». 54. Эти имена не сходили у них с языка, оставаясь только словесным звоном и шумом. 55. Истина не жила у них в сердце. Они твердили «Истина, истина», и много твердили мне о ней, но ее нигде у них не было. 55. Они ложно учили не только о тебе, который есть воистину истина, но и об элементах мира, созданного тобой. 56. А мне следовало бы забросить даже тех философов, которые говорят об этом правильно из любви к тебе, Отец мой. 56. Высшее благо, краса всего прекрасного. 57. О, истина, истина! Из самой глубины души своей уже тогда я вздыхал по тебе. 58. И они постоянно звонили мне о тебе на разные лады, в словах, остававшихся только словами. 58. Истина тоже.